Всем привет, всем здравствуйте! С вами снова Ярослава Геринг и наше экстрасенсорно-парфюмерное видео. Сегодня я буду не одна, со мной мой сын Александру. Привет! Привет, всем привет! Мы живем в Швейцарии. Сашка родился тоже здесь, поэтому у него родной язык итальянский, но мы попробуем все равно снять видео на русском языке. Так что, если что-то будет непонятно, Саш, спрашивай на итальянском или попроси меня, я тебе, если что, переведу. Необычный формат для наших видео, но мы все-таки решили попробовать. Я, когда была в Москве в августе месяце, на сайте Рандеву купила себе небольшие аромабоксы и взяла специальный аромабокс с восьмью ароматове мужских парфюмов. И сейчас мы как раз будем на Саше все это дело испытывать, потому что все-таки он, скорее всего, специалист по мужским парфюмам. Я немножко меньше. Ну, как всегда, видя, что у нас видео экстрасенсорное, я попрошу тебя, Саш, если ты найдешь в ароматах что-то необычное, что-то магическое, экстрасенсорное, шаманское, ты мне скажешь, ладно, то, что ты будешь чувствовать в этих ароматах. Если ты узнаешь какие-то ноты, то вот, пожалуйста, тоже говори. Для меня это тоже новое, потому что я до тебя не пробовала эти ароматы и буду тестировать их вместе с тобой. И мы вместе скажем, может быть, у нас будут как-то разнятся наши мнения, но, скорее всего, мы что-нибудь донайдем интересного для вас. Романтическое настроение для него. Саша тоже не видел, что там такое. Ну, давайте тогда начнем. Я приготовила блотеры. Вот так вот это выглядит. Я себе здесь выписала ноты, но не пробовала ароматы. Так, Саша, я тебя отверну, чтобы ты не читал ноты, которые я себе выписала. Не все, кстати, выписывала, только некоторые. И начнем с самого первого парфюма, который здесь заявлен. Не смотри, не читай. Хорошо. Держи. Да. Давай вместе его понюхаем. Для вас, для зрителей, я вставлю сюда название аромата и флакон. Что ты чувствуешь? Очень мало чувствую. Очень мало чувствуешь? Попробуй вот этот блот. Давай. Подержи, что он не сладится побольше. Сильный, слабый. Не, очень слабый. Слабый? Да, очень. Мне кажется, что он достаточно сильно звучит. Не, ну, он, как это, дольше. Сладкий. Очень сладкий. Не думаю, что, ну, он сильный, но я думал, что он очень слабый. Потому что ароматы такие, как сказать, сильные, но... Очень нестойкие или что? Что значит нестойкие? Стойкие и персистенты. Не, я не думаю. Не думаешь? Не, я думаю... Мне кажется, что он шлейф должен вставлять. Ну? Шия. Ну, да, но не на 4 часа. Не на 4 часа, думаешь, меньше? Да, очень меньше. А мне знаете, что это напоминает? Ну, потом узнаете секрет. Я когда-то делала эфирные масла на разные магические задачи. И делала масло, которое связано с заработком денег. Обычно на деньги кладут масло пачули, бетивер. Ты здесь ничего такого не чувствуешь? Ну, да, чувствую очень... Такой денежный запах. Да, 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 это верно. Так денежные купюры пахнут. Да, это верно. Да, ну, поэтому я... Ты сказала, что эти ароматы поставила, когда масло сделала. Я делала масло, да, а это парфюмерное. Ну, как сказать, ты взяла масло, ты взяла твои 2-3 часа, чтобы масло сделать. И этот, ну, я думаю, что этот парфюм хорошо, когда ты работаешь, у тебя надо что-то сделать, и у тебя есть только 2-3 часа. А, то есть он будет держаться 2-3 часа, думаешь? Ну, да, я так и думаю. А сейчас я тебе расскажу, что это за ароматы, какого он бренда. Ты этот бренд знаешь. Это бренд Монталь. Ой, боже. У Монталь всегда очень сильные ароматы, но ты его как-то не чувствуешь. Вот этот аромат называется ветивер пачули. А, окей. Ветивер пачули, но здесь еще есть розовый перец и немного жасмина. Жасмин я так особо не чувствую, но ветивер и пачули вот прямо именно то, что мне дает денежный запах. Поэтому, если кто-то из вас хочет пахнуть деньгами или хочет сделать какой-то ритуал на деньги, притянуть деньги, например, вы хотите работу найти более денежную, вот такой аромат, я думаю, что он должен привлечь к себе внимание. Набрызгайте этим ароматом ваш кошелек, я обычно делаю это с маслами, но... Или на бизнес. На бизнес, да. Мужчина может этот, когда контракт надо сделать, подписать контракт или что-то, этот очень хорошо пойдет. Сразу чувствуется, что человек при деньгах, что у него есть деньги и полный кошелек денег. Да, пахнет денежкой. Следующий... Следующий аромат из нашей коробочки. Ты не смотришь. Не, смотрю. Ты не смотришь. Пожалуйста. Спасибо. Вот это тебе нравится, я знаю. Это в твоем духе тебе нравятся такие ароматы, немножко сладкие. Да, это очень сладкие. Это очень сладкие, это фужерный аромат, то есть он сладкий, фужер, это должно быть что-то зеленое, но здесь более сладость сейчас выходит наружу, но потом надо будет подождать, может быть, больше зелени появится. Что ты здесь чувствуешь? А это... Есть ли здесь что-то магическое? Ну, это магическое, когда надо что-то... розовая магия. Розовая магия или красная магия? Розовая, я не знаю. Ну, да, красная. Красная магия, это магия на любовь. Ну, да, красная, простите. Да, я так иду, очень... Ну, знаешь, как танцевает на... Танцует? Танцует на... Кто шаман? Нет, 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 нет. Энергия танцует с этот аромат, я слышу. Очень... Ну, энергия из места и... На итальянском. Л'энергия delle persone, л'энергия del posto, con questo profumo ballano assieme. Так, перевожу, говорит, что люди и энергии того помещения или того места, где они находятся, они как бы танцуют вместе. Ну да, это что я слышу с этот аромат. Интересно. И очень... Ну, сексуальный аромат, я так и думаю. О, нравится тебе сексуальный аромат. Ну, для мужчин это очень сладкий, много женщин и много мужчин, ну... Любят сладкое. Ну да. И когда ты это носуешь, этот парфюм, носишь, ты знаешь, что будет что-то, ну, с печали. Что-то особенное. Что-то особенное. Ну, хорошо. Я так и слышу. Этот парфюм от бренда Frapin. Frapin. Не знаю. Называется Lumanist Men. Lumanist Men. Lumanist Men. Что я знаю Lumanist? Ну, не знаю. Lumanist, 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 ну, не знаю. Ну, короче, мужчина, человеческий мужчина, я не могу не перевести. Это фужерный аромат. Здесь в верхних нотах есть и лимон, и бергамот, розовый перец, мускатный орех, который даёт такую немножко перчинку, наверное, вот что-то такое, специи. Дубовый мох. И знаешь, что здесь есть? Джин. Наверное, вот поэтому они все и танцуют. Все пьяны. Все джин, да. Интересно. Интересно. Хорошо. Дальше. Смотрим следующий. Третий, по счёту, из этой волшебной коробочки. Все такие сладкие. Ну, это да, это сладкий. Ну, тебе кажется, что он сладкий прям, да? Не, ест что-то пунжо. Что-то такое остренькое. Ну да, остренькое. А что? Что тебя так острит? Что там такое? Не понимаю. Или как перец. Да. Или пепперончино, что-то такое. Пепперончино, интересно. Не знаю, очень... Потом посмотрим, что он там чувствует, как перчик. Ну, очень сладкий. Ну, прямо нос чуть-чуть... Есть эти... Чапунжакерназо. Так, то есть тебе в нос немножко режет такой запах. Да, но очень вкусный. Очень вкусный, тебе нравится? Да, да, да. Очень натуральный. Шаманский. Шаманский. Ну, так, хорошо, интересно. А сейчас я вам расскажу одну историю. Мы только что с Александром были в... Александром кто-то? Александр, ты, Александр. Саша. Саша. Мы были в магазине и зашли в один нишевый магазин, где я ему дала попробовать всякие разные парфюмы, среди которых был вот этот. И он сказал, что ему он не нравится. Серьезно? Да. Только что час назад ты его слышал со своей кожей. Что за парфюм? С ананасом, который... Серьезно? А здесь ананас нету. Я не слышу здесь. Есть ананас. Это Крит Авентус, который я тебе дала... Это был самый первый аромат, который у тебя еще здесь на руке до сих пор. Ну, я здесь ананас не... Подожди. Здесь слишком... Ну, я ананас здесь... На коже слышится ананас? Я здесь не слышу. А я слышу. Здесь, кроме ананаса, есть еще черная смородина, Кассис, Рибиснейру, потом есть яблоко, пачули, жасмин, мускус, дубовый мох, амбра, ваниль. Но ананас, он здесь очень долго звучит на протяжении очень долгого времени. Может быть, там где-то у тебя яблоко сейчас, или черная смородина, Рибиснейру. Ну, тебе нравится вот так вот? Ты его даже шаманским назвал. Хотя здесь нет ни кожи. Ну, я не шаман. Ты не шаман. Хорошо. Потому что... Поэтому на моей коже ничего не слышу. Ну, хорошо. Ну, ладно. Так. Четвертый аромат. Держи. Это мужской? Это мужской. Ну, знаешь, мужские, они идут как унисекс. Ну, знаю. Даже для женщин. Я бы не носила как женщина для меня. Но это типичный унисекс. Но я бы не носила. Почему? Потому что мне просто... Сильный такой. Ну, да. Он сильный. Я думаю, что он должен быть очень стойкий. И, кстати, шлейф от него тоже хороший. Он свежий. Он свежий. Какая-то травка там есть. Он мне очень хорошо очищает голову. Я не знаю. Мне он больше похож на человека, которому нужно сосредоточиться. И чтобы голова свежая была. То есть, если ему что-то посчитать надо, например. То есть, нужно вот без всяких фантазий. Мне кажется, что тоже деловой человек. Как думаешь? Хотя, может быть, и нет. Ты что? Да, не, очень... Да. Какая-то здесь трава есть, которая у меня очень... Не, мне нравится. А мне нет. Очень... Нет. Он не сладкий. Он... Не сладкий вообще. Не сладкий. Очень крепкий, скажем так. Очень красивые ароматы. Такие крепкие. Но вместе... Хороший парфюм. Ну, это типичный унисекс. Но я на себе не вижу. Я люблю более сладкие ароматы. И у меня со свежими ароматами как-то не очень. Хотя так... Нет, ну там что-то есть такое. Ну, это очень для... Как ты скажешь? Очень... Ты знаешь, что тебе надо сделать. Да. Сосредоточиться, сконцентрироваться на чем-то. Да, я так тоже думаю. То есть, у меня прям в голову идет этот аромат. Не знаю, как тебе. Это от Фредерик Маль. Называется French Lover. Французский любовник. Ну, французский любовник, как-то он очень сосредоточен на чем-то ментальном, мне так кажется. Это кто же? Здесь есть специи, гальбанум, кедр, ладан. Кедр что это? Чедро. Чедро. Ветивер, мох и мускус. Что-то там еще есть, но я себе некоторые только ноты выписываю. Ну, не знаю, у меня магического здесь ничего нету. Для меня, если это уж французский любовник, то это должен быть мужчина, романтический, который дарит тебе цветы, он тебя сажает на кораблик, вы едете в бассейне, не знаю, идете там куда-то смотреть выставку картин, потом аперитивчик, романтическое настроение, ужин, но это не романтик вообще. Просто не романтик. Нет, ну не знаю, что-то там во Франции и извелись хорошие мужики романтические. Следующий. Так, куда-нибудь туда брызгаю. Держи. О, как мне нравится этот. Ой, мне нравится. Он для меня какой-то водный, я не знаю, в общем-то воды здесь как-то нету, здесь нет никаких морских нот, ничего такого. Ну, он у меня свежий, но чуть-чуть сладковатый. Угу, да. Какой-то... Наверное, когда я представляю себе мужчину, маг, который делает какой-то ритуал, связанный с водой, какие-то там палочки деревянные, я не знаю, на ритуальный стол нужны цветы белые, и вот он что-то там с водой, что-то ритуалит. Вроде как и свечка где-то горит, и цветы белые лежат. Вот какой-то такой водный... Ну, не знаю, в всяком случае поначалу было так, сейчас всё равно может что-то поменяться. А ты что слышишь? Не знаю. Тебе нравится или нет? Мне очень нравится, но никогда я думаю, что буду носить... Не носил бы ты его, да? Не носил бы ты его, да? Не буду, не. Ну, смысл такой. У тебя есть... Тебе надо работать на три часа. Ну, как сказать, этот парфюм хороший, если тебе надо... как первый, тебе надо магазинить на что-то. Окей. Я знаю, про чём. Я знаю, что этот парфюм отличный за работу. Тогда, надеюсь, этот парфюм. И всё. Я думаю, что это деловой человек, но который должен быть очень интуитивный. Интуитивный? Да. Я думаю, что с ним хорошо интуиция должна работать у такого мужчины. У которого есть какое-то творческое начало, открытый разум. То есть не который, который мы слышали, френч лавер, который вот он прямо вот сосредоточен и вот ему сконцентрироваться надо. А здесь более такой открытый разум. Он может и сказать, я чувствую, например, а не то, что я думаю. Вот, я чувствую, что там что-то... Да, это верно. Да? Да. Что-то такое. Это от бренда Amouage, мужской, называется Reflection. А, окей. Reflection. Здесь заявлен сандал, ирис, который дает немножко пудровую ноту, и ланг-галанг, ветивер, кедр, пачули. Еще какие-то... А, пачули. А, окей. Здесь тоже пачули есть, но он более... Чуть-чуть, да. Ну, такой свежий. Он, не знаю, как тебе, но мне он очень приятен. Да-да, очень приятен. Так, следующий. Следующий. Ты не смотри на коробочку. Хорошо. Подсматривай. Ну, что, интересно. Ну, интересно, я понимаю, что интересно. Ой, прям чувствуется... Ой, боже, что ж смотришь. Ой, как сильно слышится. Да-да, очень. Вообще даже вот в воздухе, в воздухе очень чувствуется даже сладкий, да? Сладко-зеленый. Да, очень-очень-очень. Сладко-зеленый. Вот какой-то очень контрастный такой аромат, где сладость вместе с зеленью, вот вместе пытаться соединить такие контрастные ароматы. Такое ощущение, что здесь карамель и трава. Вот что-то такое. Ну, знаешь, я что слышу? Что? Как... Это как контраст через земля и море. Потому что очень море слышу здесь. Да ты что? Не знаю почему. Ноты все из травы, из натуры. Я сейчас прочитала одну нотку, я тебе ее сейчас скажу. Слышишь ли ты лаванду? Ну, думаю, да. Может быть, может быть. Как я сказала, я сказала, карамель и... Ну, это может быть амбра. Амбра и лаванда. Амбра не... Лаванда не... Я лаванду слышу. Слышишь, да? Ага. Сейчас, как я сказала, так и слышишь. Ну, что-нибудь экстра... Парфюмы экстрасенсорные... Не знаю. Я слышу как... Ну, просто... Работает с энергией. А, энергией. Работает с энергией. Четыре элемента, я бы даже сказала. Ты слышишь что-то морское. Он такой воздушный достаточно. Угу. Но он и земной тоже. И... Ну, да. Наверное, четыре элемента вот хорошо. Вот смотри, ты сейчас смотришь битву экстрасенсов. Да? Да. Мы смотрим обязательно. Вот с каким бы персонажем. Есть кто-нибудь с кем бы ты мог бы сравнить? Это может быть как женщина, так и мужски. Ну, как я не знаю. Угу. И мне тоже не подходит никого. То есть мы из экстрасенсов, например, из битвы не ноши никого, кому бы это подошло. Ну, очень... Вкусный. Очень вкусный. Да. Ну, трава... Есть какая-то трава, да? Думаю, да. А алкогольные ноты тебе здесь не кажется? лаванда или алкоголь здесь заявлено еще одна алкогольная нота да да как-то ром или что-то правильно это ром ром ты правильно сказал значит его услышал так ром хорошо здесь есть карамель сандал амбра это то что дает такое сладость потом весь кедр апельсин гвоздика апельсин потом есть гвоздика киоди дигарофана как специя ну в общем ну тебе нравится ты бы носил ты бы носил да очень вкусно ну хорошо и этот аромат у нас а дома мажда бекали и называется фужин сакре обскур фужин сакре обскур следующий аромат боже это джин прямо да это джин тоник хочу пить сейчас это очень похоже на джин да я не знаю это ситрон есть обязательно да здесь есть это это джин это как пить джин тоник я уже пьян сейчас да он очень похож то есть здесь никакой экстрасенсорик аперитив да джин тоник джин тоник как аперитив блин ну ночью что ку что мы на дискотеке да да это просто это наверное потому что он немножко лимонный и кедровый потому что кедр так чувствуется джин тоники и здесь тоже апельсин есть здесь апельсин или что здесь нету здесь бамбук лаванда петит грейн не роли кедр амбра странно вообще я слышу я ничего не слышу они я сейчас чуть-чуть такой сладкий есть но очень далеко очень далеко уже пока не добрались до базы потому что в базе там будет амбра на пара верхние ноты очень сильно дончат ну действительно очень похож на джин тоник да просто да чуть-чуть сладкий но для меня здесь экстрасенсорных способностей нет потому что здесь для меня сплошной алкоголь но здесь не заявлен но если мне представиться человек от него будет так пахнуть я подумаю что он только что выпил верно да ну очень цитрусовых нот много очень да очень много так освежает голову но это от бренда байриду у меня с этим брендом не очень так дружу вот этот аромат я не слышала и называется мистер мира бильос великолепный мужчина не больше добавил не знаю слышу кто-нибудь или нет эти ноты но они постепенно уходят джин тоник так преобразуется и естественно там выходит и сладость но все равно очень цитрусово у меня знаете когда лимон ешь прям слюней полношу так отставим но интерес не как парфюм интересный интересный но очень свежий очень свежий надо надо найти отличный вечер когда этот парфюм надеть потому что каждый вечер или каждый день ты просто не потому что когда у меня мало энергии это зарядка энергии верно-верно зарядиться энергии я например зажигаю какую-нибудь ароматическую свечку с лимоном там бергамот чтобы так немножко подзарядиться ну вот здесь тоже это взрыв энергии просто последний аромат спасибо после того этот аромат очень тяжело нюхать я хорошо да мне прям мне еще лимон во рту это кожа кожа вот кожа крутой но я не знаю здесь такая кожа до абсолютно кожа даже не знаю читать кожа здесь есть абсолютно точно да и обязательно почули но это на ну вот не знаю но почули такой земной да вот здесь я не могу сказать что здесь есть какие-то нотки я не знаю духовные нет он очень земной такой чем же копать что-то надо землю копать таких сапогах в кожаных ну я слышу пишут очень земной да да вот земля элемент земли очень красиво я думаю что на тебе тоже я уже сейчас не могу понюхать больше потому что я слышу что на базу есть что-то прямо крепкие такой очень сильный и запах с этот кожи становится очень неприятны а я знаю что это такое это скорее всего табак который можете не добавится думаешь да здесь есть опять лаванда сейчас кладут лаванду мужские ароматы табак мускус ладан пачули ладан и нчаньца можем и табак и ладан и кожа и в общем такой тяжелый он очень земной ну знаешь что я думаю что этот парфюм отличный когда те ну это очень муску 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 и парфюм и можно он отличный когда ты как мужчина тебе надо ну как лидер быть на лидером прямо тебя надо это такой крепкий парфюм чтобы он сказал что я босс вот я босс я босс я знаю что скажу я знаю все тебя надо быть ну что мы закончили вот все наши восемь ароматов я вам показала флаконы что-то было экстрасенсорное чуть-чуть чего-то не было а вот это кстати последний аромат от этого с кожей он тебе кого-то напоминает из битвы экстрасенсов с битву такие такой темный аромат немножко земной землистый это может кто-то работает кто с кладбичинской магии работа всегда земля такая то есть это именно не с духами пахнет да вот эти все спины которые духи а именно вот земля такой тяжелый я не знаю осень одеваешь кожаную куртку я идешь на кладбище берешь землю и пахнет я только один могу сказать что может быть что ему есть хорошо пойдет этот парфюм который не помню имя который он не не разговаривает а поняла который молчу да думаешь да мне кажется что у того характер наверное немножко не за характер я так думаю спасибо большое за просмотр на сегодня все если вам понравилось поставьте лайк пожалуйста я еще сашку тогда приглашу меня есть еще мужские ароматы и попробуем собой разобраться может быть найдем где-нибудь магии потому что столько парфюмов столько ароматов но не все они магические а может быть у меня тоже уже нос приелся уже хочется от ниши что-то такого необычного дайте мне магию никак не могу найти то что мне нужно какие-то ароматы есть но мне хотелось бы еще что-то удивите меня уже в конце концов спасибо всем большое пока пока